Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в Ломбарде Титан. Ломбард Титан для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Слишком самонадеянным оказался пьяный водитель Мерседеса, которого инспекторы задержали на улице Харьковской. Лихач сначала возле кольца по советскому тракту не подчинился требованию об остановке. Он проехал мимо сотрудников ДПС. Впрочем, позже гонщика на улице Потребкооперации нашли активисты ночного патруля. Они сообщили, где находится нарушитель, который снова поехал и снова попытался скрыться от полицейских. Кадры погони зафиксировал видеорегистратор общественников. На улице Потребкооперации активисты ночного патруля заметили Мерседес, водитель которого был пьян. Известно, что к этому времени его уже искали сотрудники ДПС. Пошел на лесную на Учхоз. На высокой скорости на Учхоз уходит. Водитель Мерседеса поехал настолько быстро, что через несколько секунд общественники потеряли его из вида. Где тачка? Малейко потерялись сейчас. В Чистую пруду уходим. С улицы Лесной Лихач направился на улицу Мостовицкую в Чистых прудах. Мерседес движение начал. Серега. Мерседес движение начал. Выезжает налево на Чистопрудненскую. Повернул налево в сторону Украинской. У очевидцев сложилось мнение, что водитель иномарки искал магазин. Мерседес подъезжает к Украинской, встает перед светофором, заворачивает во дворы к пятерочке. Вскоре к преследованию Мерседеса подключились сотрудники ДПС. Водитель во второй раз подряд не подчинился их требованию об остановке. Погоня! Мерседес не подчиняется по Украинской, летит. Три машины за ней. Встречайте его на ДПС. Правда, скрыться от полицейских Лихачу не удалось. Пошел во дворник, перегораживайте дворник. Приняли его, приняли. У магазина. Сейчас ловить побежали его. После недолгой пробежки инспекторы задержали нарушителя. Ему было предложено пройти медицинское свидетельство на состояние опьянения, которое дало положительный результат. В связи с тем, что водитель уже ранее был лишен права управления транспортными средствами за подобные нарушения, ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. После составления соответствующих материалов автомобиль был задержан и помещен в специализированную стоянку. Теперь водителю грозит уголовное наказание, максимальная санкция за повторное пьяное вождение и лишение свободы до двух лет. Сергей Пичугин, место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok